Всем привет, друзья! На связи GrimOptimist. Продолжаем играть в Skyrim. И, как я и обещал, сегодня мы всё-таки с вами возьмёмся за ветку Тёмного Братства. Всё-таки возьмёмся! Жалко, что у меня карманы, конечно, всяким говничьим всё равно забиты. Надо бы... Надо бы, конечно, всё это разгрести, но, блин, уже так надоело вся эта волокита, Что, наверное, забьём. Ладно. Звериная кровь не даёт мне, как следует, выспаться, да. Это я знаю. Как спалось? Что? Где я? Кто ты? Какая разница? Тебе тепло и сухо, и ты живёшь. Чего никак нельзя сказать про старую грела, верно? Да всему Skyrim уже известно. Старуху прикончили в собственном приюте. О таком молчать не станут. Не пойми меня привратно, я не критикую. Убийство вышло что надо. Да и старуха сама напросилась. Сиротки тебе теперь по гроб жизни обязаны. Но тут есть небольшая проблемка. Понимаешь, этот мальчишка, Ретина, искал тёмное братство. Меня и моих приспешников. Грелот добрая была по всем правилам заказана тёмному братству. Наша жертва украдена тобой. И за это убийство тебе придётся отплатить. Хотите я вам эту тарелку саную дам, которую он мне пожертвовал? Что ж, смекалка у тебя развита. Прошу, обернись и обрати внимание на моих гостей. Я их набрала из... Впрочем, не важно. Важно только здесь и сейчас. Видишь ли, на одного из них заключён контракт. И этот человек не может уйти отсюда живым. Но... На кого? Давай, попробуй угадать. Сделай выбор. Убей. Я хочу просто наблюдать. И восхищаться. Хранить молчание. Молчание? Знак согласия? Что ж, ты знаешь мои условия. Убей, и мы в расчёте. Вернуть должок проще простого. Метни нож в нужную цель. Ой, я даже не знаю кого. Коварные каджи. У этого кота наверняка были враги. Твой выбор мне понятен. Ох, нет. Неужели не понимаешь? Вина, невиновность, правда, ложь. Всё это не важно. Важно то, что я приказала тебе убить. И приказ был исполнен. Разумеется. Твой долг погашен старицей. Вот ключ. Но зачем останавливаться на этом? Я предлагаю перевести наши отношения на следующий уровень. Я хочу официально пригласить тебя в свою семью. В тёмное братство. На юго-западе Скайрима, в сосновом бару, ты найдёшь вход в убежище. Он прямо у дороги, но скрыт от глаз. Возле чёрной двери тебе нужно будет произнести пароль. Тишина, брат мой. И тебя впустит. Вот тогда-то и начнётся твоя новая жизнь. Увидимся дома. Окей. Ладно, чё. Нас похитили, кстати, если кто не понял. Так, чё, где у нас... Надо взять задание-то. С такими... Всё чётко. Да, туда где-то. Где-то там она. Блин, тут херачить придётся. Блин, какие-то враги рядом. Какие враги? Где? Твою мать, а! Что-то здесь забыл, вот скажи мне. По-моему, это наш дракон. Который наш друг. По-моему, это наш дракон. Но он не нападает, вы видели меня. Только, может быть, я из-за того, что я это... Как... Есть там задание-то, вот... Проклять Алдуина. Нет, это далеко. Туда не знаю. Может, всё-таки можно сейчас пройти? Потому что пешком я тут заколебусь идти. Не, никак. Так. Ладно, пройдём немножко пешком. Вроде всё. Да. Всё. Слава богу. Ну, слава богу. Так. Так. Кстати, надо с трансмутацией закончить. У меня же ещё руда есть. Как раз пока идём закончим. Чтоб не забыть. Ну, всё равно, ребята, придётся докачивать, говорю, за деньги потом. О, корабль какой-то. Любопытный. Ну, ладно, сейчас не пойдём. Не пойдём изучать его. Вот. Придётся всё равно докачивать за бабло, потому что... Ну, это очень долго будет, иначе. Иначе очень долго. В принципе, недалеко уже вроде как-то. Господи. Чё тебе надо-то? О, медведь. И дракон опять, твою мать. Ну, что ты? Откуда вас столько? Кровавый дракон, блин. Что-то я вам не куплю-муплю. Так, прокачаем, прокачаем. Давайте. Не знаю, стрельбу, что ли, прокачать. Так, магия, здоровье, запас сил. Запас сил, давайте. Так, зачарование. Наручное оружие. Стрельба во. Твёрдая рука. При прицеле в ближайшее время замедляется на 25%. Так, рука. Можно просто дамаг увеличить? Нет. Что-то не пропадаете. Аааааааааааааа. Стрела в 50% вероятность вызывает 어느 хрон branding всех противников кроме самых крупных. Даже не знаю, ну, давайте нам замедление, в принципе, не повредит. Медведь то что на меня нападает Придурок Он сейчас этого медведя то хлопнет И потом будут проблемы у меня Так сохраняемся Кого то нашел вон Ээ ну ка возвращайся Мы с тобой еще не закончили Что то вон на каких то пацанов наехал Блин Я не знаю на кого он там напал Но кто то там определенный есть Так стоять Надо будет потом в эту башню тоже не заглянуть Ну не так уж больно убьет Хотя нет порядочно Тихо Чуть не умер Так слабо зелье лечения Парочку выпил Все ну блин Придется это Давайте уж посмотрим что там у нас в этой башне Ну там что то не слабое должно быть Судя по тому какой урон по дракону там шел Опа Некромаг Сохранимся Остался уже не получится Блин это жесть ребята Мне Придется сейчас потратить Так давайте Пищу какую-нибудь захаваем Зеленое яблоко Мда Морковь Что то вообще все сырое главное Хлеб Ладно Черт с ним придется Ведем Мощный ребят Товарищ такой Фух Собрать кровь Можем Демерский кинжал Пороговые масты На выколдовство Повышается Не гадаю драну Мы ее уже читали вроде как Так Сундучок Золото Рубин Блин это все ради чего Мы сюда приходили Собственно говоря Да Что то как то не особо Ну парень то мощный Такой был достаточно Прокачаем пока Точнее Ну как прокачаем Руду нашу Улучшим На драгоценности Как вы видели Очень неплохо Качается Кузнечное дело То есть Я так понимаю Что зависит от стоимости Скорость прокачки Именно Именно от стоимости Зависит Что есть Музыка Жизни Добро пожаловать Домой Давай Все вот мы и здесь Так а что у нас там Поэтому Есть еще место Чуть Наконец то Надеюсь Тебе здесь нравится Теперь Начнется Твоя настоящая Жизнь В темном братстве Ты теперь Член семьи Это как видишь Наше убежище Более безопасного Места не сыщешь Во всем Скайриме Так что Чувствую себя Как дома Так для меня Честь стать Так когда мне уже Поручат убить Кого нибудь Скоро Друг мой Скоро Я договариваюсь О контракте Для тебя Но на это Нужно время Пока Иди к Назиру У него Найдутся для тебя Мелкие контракты Скоро К нам Пребудет Мать ночи И здесь Станет еще Интереснее Да Еще кое что Подарок От семьи Броня Темного братства Пусть она Поможет тебе В твоих Начинаниях Посмотрим Так Не забудь Представить Посмотрим Что за броня Луки наносит О То что надо Ребята Луки наносит На 20 Все Можно попрощаться С этими Сраной Как его Ну вы поняли Короче Слава богу Так Амулет Броня теней Вот Увеличивает Спортиленером На 50% 48 Так А у меня Ну Так то Ничего Но надо Это Надо Посмотреть Чем она Улучшается Так Ожерелье Запаса сил Перчатки теней И вот Удар Удар Спортиленером Наносит Больше Урона Вот Это Это Жесткая Достаточно Вещь Я их Даже Одену С пакет Теней Носитель Движется Бесшумно Это Круто Со Членом Семьи Они Все Просто Мечтают Познакомиться С тобой Ладно Добро О Че Тай Тут Матери Ночи Тут Ничего Нету Боюсь У меня Пока Нет Для Тебя Контракта Еще Еще Изобрази Какой Пытается Купить Тебе Конфет Это Вампирша Маленькая Ладно Погоди Вот О Какая Миленькая Маленькая Девочка Хочешь Конфеткой Я дам тебе Конфетку О да Хочешь Шоколадку О да Прошу вас Довый господин Мама и папа Бросили меня Совсем Одну А я Так Хочу Кушать Я знаю Короткий Путь До Конфетной Лапки Через Этот Переулочек О да Очень Хорошо Очень Хорошо Ой Ой Как тут Темно О А ты Такая Красивая Какая Милая Улыбка Какие Зубки Ааааааа Какие Зубки Нет Аааааа Ах Бабетта Какая Ты Азарница Давайте Выучим Слово Кстати убийство смертных легков давайте посмотрим что там за к слову я уж не помню даже крики слабее жизненная сила противника его защита но давайте это изучим что у нас есть у нас куча душ дракона который некуда девать прошел хорошо спасибо большое опробовал новый прикольный этаган а что ты расскажешь аром бьерн коджида торговец большая собачка бегает за киской как мило домашний паук путеведитель по скайриму тут нам обновили карту блин все заняты человек то он азир приятно познакомиться а вот если протянешь хотя бы пару недель мы наверняка подружимся вот как что ж у нас и в самом деле есть несколько контрактов до которых пока не дошли руки ну и еще всякое по мелочи иногда бывает окай я буду их тебе передавать по факту поступления выполняй как время будет так и есть это не самые славные убийства честно говоря и платят за них немного но зато тебе будет чем себя занять давай покажи себя ограничений по времени нет объекты никуда не денутся можешь докладывать о каждом по очереди или подождать и получить деньги сразу за всех как тебе удобно сразу за всех так приступить к первым контрактам вот ну что ж начнем сейчас у меня есть три задания твои объекты нищий нарфи бывший хозяин лесопилки по имени энодий папи и бейтельт хозяйка шахты когда выполнишь эти задания может найду для тебя еще что-то хорошо так давайте поговорим блин так 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 где этот где там у нас народ я же из темных ящер брат когда-то я был темным ящером ассасином на службе у короля чернотопия как только я вылупился меня отдали на обучение в темное братство а почему нет детей кстати органиан своего рода мой орден уничтожен я с радостью служу астрид и этому убежищу я умелый убийца и в моей жизни снова есть смысл жизнь хороша спасибо за информация мы же с ним одной крови как-никак да 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 ты новый член нашей семьи а а а а Матушке пришлось бы очень мучиться. Но я был в Ундеркиндом. Простые заклятия применял в колыбели. Сложные ритуалы начал проводить в три года. В семь уже оживлял мертвецов. Когда мне исполнилось тринадцать, я нечаянно сжёг наш дом. Ошибся с молнией. А вскоре я овладел своим даром. Полностью. Начал было преподавать в коллегии. Через два года ушёл. Слишком просто. Слишком скучно. Никто из них не понимал величие школы разрушения. Понятно. Спасибо за информацию. Чёрт подери. Не дай моей внешности тебя обмануть. Я старше тебя. Намного. Что у него есть на подарок? Немного того, немного сего. Посмотрим, что у него есть. Разные отмычки. Купим. Зелье тоже может. Зелестриния болезни. Спортила холоду. Сторожщик. Ага. Ничего сильно хорошо. Так, расскажи о себе. Кто-то зовёт мой товар мусором. Да блин, никто. Кто-то зовёт мой товар мусором. У меня это сокровище. Понятно всё с тобой, но... До встречи, брат. Учитывая, что я гигантская ящерица, убийца, поэтому мне лучше промолчать в такой ситуации. Тут всё-то вроде всё, больше ничего нет. На самом деле, это довольно большие, эти помещения-то. О, какой-то. Отлично. Скрытность прокачали. Вообще, эти книги лучше читать, когда мало остаётся уже. Последние, потому что они сложнее качаются, последние очки, чем первые. Но, в принципе, не так уж страшно. Так, ладно, чё, давайте возьмёмся убить Бейтильд. Убить Нарфи. Нищего Нарфи. Ну, ладно, начнём с него, наверное. Надо же, надо с чего-то простого начинать. Так, посмотрим. Да, я помню этого ничего. У него там жена пропала, придётся его убивать. Учёмное братство, у них неприятно, надо бывает, такие квесты, то есть. Ну да, раз уж нам нужно было... Да, твою мать. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. В сиротском приюте Рифтона теперь новая попечительница. Она просила меня раздавать эти листовки всем, кого встречу. Ну, вроде всё. Ладно. Давайте прочитаем. Это забавно, я до этого не помню. Настоящими жертвами развивающихся времен раз при прекращении войны стали дети-сироты. Многие остались одни-одинёшники и ждёт лишь тяжкий труд, не считая жалкость существования. Если вы можете предоставить надёжный кровь одному из бедных малышей, пожалуйста, подумайте об усыновлении. Будет ли это ребёнок с приюта или городской улицы, вы подарите ему шанс на нормальную жизнь. Так, а чё, у нас задание появилось? Типа, усыновить что-то или чё? Блин, это жесть. Можно усыновить кого-нибудь. Это забавно. Надо будет заморочиться. Ну, сейчас это вот. Зарежем. Ничего. У него жена пропала, по-моему. Так что, ну, раз уж его придётся убить, мы с вами выполним его последнюю волю и найдём его жену. И, естественно, украдём последний хлеб у него. Соты, чего ты хочешь? Ты, ты чего ты хочешь? Слушай, если не хочешь говорить или дать денег, просто уходи. Понятно. Ну, всё, видимо, уже не получится этот квест выполнить его. Жалко. Ну, что поделать. Двенадцатикратный дамаг. Золото тебе, ради нас, она уже не нужна. Так, ладно, давайте-ка мы с вами... Мне что-то стало интересно про усыновление. Давайте-ка сходим. Просто я даже не помню такого, если честно, квеста-то. Даже и не помню почему-то. Так, ага. Из-за этой войны у нас... Да, да, конечно. Я не ожидала, я так рада. Что мне нужно сделать? Прежде всего, я должна задать тебе несколько вопросов. Твоё имя. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Я Довакин, я сусим. И искать приключения, я наёмник. Я Довакин. Что? Если ты не собираешься... Подожди. Шор, ты серьёзно? Ну, я... Ладно. Где ребёнок будет жить? Послушай, будем реалистами. Ты искатель приключений. Это нельзя назвать настоящей профессией, а тем более безопасной. Я должна быть уверена, что у ребёнка есть нормальное, безопасное пристанище, где он может спокойно расти. Докажи мне, что сможешь содержать дитя. Купи дом, обставь его. Потом возвращайся, и мы... Понятно, нужно обставить дом. Ну, давайте заморочимся. Прости, но пока у тебя не будет дома, а в нём комнаты для детей. Ладно, хорошо. Заморочимся. Это становится интересным. Так, в Айтране у меня есть дом. Там какие-то обоссанные стены в нём. Там заблёванный пол. И, в общем, надо его, конечно, привести в нормальный вид. Я думаю, там этот, как его? Аветус этот, или как он? Он вроде может обставить. Я уж не помню, кто-то там... Кто-то может. Так, какой не предел, да, нам туда. Так, где этот... Аветус, чёрт его подери. Вот его реально проблема сейчас будет найти. Ну-ка, давайте, проще подождать. Так. Да, вот, буквально. Пять часов, давайте подождём. В принципе, должен он подойти. Так, ты ярл, а где этот твой полудурок-то? Охранят тебя боги в битвах, друг. Может, и мне стоит не пойти, а? Если ты не против... Придётся ещё подождать, видимо. Меня ждёт мой город. Ох. Я служу управителем. Я хочу обставить дом. Я с радостью. И, кстати, не забывай заглядывать в каталог домашнего декора. Там всё в подробностях обе... И что же ты желаешь приобрести? Так. Детская. Хорошо. Я договорюсь о работах. Хочешь купить что-то ещё? Ну, я не знаю. Мебель для гостиной второго этажа, мебель и столовая. Блин, столько денег. Ну, в принципе, не то, чтобы, конечно, заменить детскую на алхимическую лабораторию. Нет, спасибо. Кухонная мебель. Ну, давайте хоть... Хочешь купить что-то ещё? Чё-нибудь хотя бы купим. Как скажешь. Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти? Я ср... И, кстати, и что же ты желаешь... Ладно, давайте я уже чё-чё париться. Так. Мебель для спальни. Хорошо. Хочешь купить что-то ещё? Так. Кухонная мебель. Хорошо. Хочешь купить что-то ещё? Мебель для столовой. Хорошо. Хочешь купить что-то ещё? Хорошо. Всё, короче, я кучу денег на это потратил. Надеюсь, тебе понравится. Сколько у меня там осталось вообще? Нормально. Деньги есть. Потом деньги, конечно, уйдут жёстко на прокачку. Кузнечного дела. Так. Ну что, отправляемся назад. Я просто не знал, что скорее, если честно, можно кого-то усыновить. Потому так и заморачивался. Что интересно посмотреть. Ваша профессия. Надо было сказать, что я ассасин. Я просто боялся, что... Надо было сохраниться. Боялся, что это запорит вообще всю ветку. Так, сохраняемся на всякий случай. Поверить не могу, что... Да, конечно. Отличные новости. Где ребёнок будет жить? Ну, давай в игре. Это всё, что мне нужно было знать. Поздравляю. Я думаю, ты будешь отличным родителем. Что-то я сильно сомневаюсь, что я... Ящер убийца может быть отличным родителем. Как только выберешь, я соберу вещи ребёнка и просоверну. А всех нельзя сразу. А чё делать-то надо дальше, ну-ка. Так. Чё, типа чё делать-то? Франсуа Буфор. А этого пацана, как и у Авинтуса, Ориентина, нельзя случайно усыновить. Он не здесь? Руна, крепкий щит. Ничего себе имя. А вот тут, видимо, Авинтус. Ориентина спал. Я не знаю, давайте вот этого чувака. Ты правда хочешь усыновить одного из нас? Мне голос не нравится. Пока. Ты здесь, чтобы усыновить кого-нибудь? Правда? Нет, это вообще урод какой-то. Возьми кого-то из них. Я справлюсь. Возьми, говорит, кого-нибудь из них. Я справлюсь. Правда? Взять к себе? Ладно. Всё равно спасибо. Да. Ну-ка, это чё скажет? Возьми меня. Возьми меня. Скажи мне себя. Я здесь единственная девочка. Мальчишки ко мне цепляются и заставляют делать всю работу. Ты хочешь усыновить кого-то из нас? Я сильная, резвая, умная. Я всё могу делать лучше других. Возьми меня, пожалуйста. Ну, что делать? Придётся. Хорошо, пусть она, короче, с этой... Как её там зовут-то? Лидия, вот, с ней там вроде возится. Я не знаю, зачем всё это сделал, но... Так, вот как не уйти отсюда теперь? Я должна собрать вещи и попрощаться со всеми. Да, блин, ну где выход-то? Так, ладно, сейчас нужно зайти домой. Мне просто интересно, как всё это работает. Кстати, если, по-моему, есть амулет Мары, можно ещё и жениться, насколько я помню. Или не Мары, там, как-то какой-то амулет нужен. О! Это... Это то, о чём... Короче, кучу бабла в этот сраный дом вложу. Не понял, а где это, девчонка-то? А где Лидия? Блин, реально, а где Лидия? А-а-а, чёрт, возьми! Я-я-я, у неё ж, по-моему, чё-то было моё. Сырая говядина. Так, ну, блин, я не знаю даже, чё делать-то. Где она? В драконьем пределе, может быть? Тебе что-нибудь нужно, папа? У меня для тебя кое-что есть. Так, давай, иди поиграй на улицу, давай, поиграем. Ну-ка, что есть? У тебя для меня подарок? Эльфийский кинжал. Не, мне кажется, это... Подарить. О-о-о, перестань дразнить меня! Блин, ну это жесть. Чё, чё, оружие обязательно нужно дарить, что ли? Ну ладно, хорошо, сейчас сходим, купим чё-нибудь. Эльфийский кинжал просто мне самому нужен. Окей. Так, так, так. Кирка, кинжал, да, нам нужен эльфийский кинжал. Тестрец, блин, дорого стоит всего. Железный есть кинжал, обычный. Не знаю, блин. Если что понадобится, загляни в мае. Просто, блин, покупать за... Так столько денег всрал. Я не говорю, что я лучший кинжец в войне. Только лучшее оружие и броня. Так, оружие, вот. Железный кинжал. Железный просто убого смотрится. Стальной кинжал, во. Тобой приятно иметь гад. Это очень странно, на самом деле, что ребенку можно подарить только оружие. Это очень странно. Что это? Стальной кинжал. Спасибо. Добавлен дар милосердия, что это. Да. Так, займись-ка делом. Пока, папа. Нужно что-то? Так, давай поиграем, ну-ка, интересно. Конечно. Во что мы будем играть? В прятке, в салочке нет. Ладно, становись здесь и считай до десяти. Не подглядывай. Начали? Давай! О, черт. Теперь моя очередь. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Убегай. Убегай. Криво работает. Ящер спрятался. Короче, криво, ребята, работает эта система. Да, блин, ну что ты застреваешь-то, мать твою. Блин. Мне кажется, у нас с вами проблема, ребята, потому что... Где ее искать-то теперь? Че за херня? Так, займись-ка делом. Да, я не хочу. Все, короче. Ну, работает, конечно, криво все, писец просто вообще, жесть. Нам нужно, кстати, выложить эти кости в драконе все. И папе пора идти на работу. Работать ящером-убийцей не так-то просто, как может показаться. Нам еще двоих нужно загандошить за сегодняшний выпуск. Это дело нелегкое. Так. Драконья, кость, чешуя. Все это надо убрать. Так, железная руда. Блин, железный слиток. Золотая руда. Большой камень-душ. Так, блин. Надо, надо, да, надо, кстати, этот... Настроечная сфера какая-то. Ага, понятно. Обычный камень-душ. Оленья-шкура. Рекалковая руда. Нафиг она нужна. Очищенный лунный камень. Путеводная звезда меди. Надо, кстати, посмотреть, как улучшается эта броня. Точно. Ртутная руда. Так. Сердечный генератор Центуриона убираем. Серебряная руда пусть будет. Слиток ртутной руды. Стальной. Ну, а есть фамильная реликвия Ретина. Тоже надо продать, по идее. Шкуры, абонитовые слитки. Ну, абонитовые слитки можем, на самом деле, скорее всего... О, Лидия, это здесь, кстати. Что тебе нужно? Для меня честь снова видеть тебя. Все, короче, развлекательство. До встречи. Так, мне нужно... Заняться... Так, во-первых, нужно понять, да, как... Как улучшается этот... Броня теней. Кожа просто, кожа улучшается. Вот любопытно. Ладно. Это круто. О-о-о-о, сколько мы тут можем наделать-то. Сейчас надо хоть подкачать. Хорошенько. Так, тоже полосок надо нас создавать. Так, пока давайте... Сначала прокачаем, потому что... Потому что, потому что... Железный кинжал-то. Видите, кинжалы немедленно, конечно, качают. Кинжалы качают немедленно. Наручит тоже. Так. Че я хотел сделать, так. Полосок нужно наделать еще. Полосок кожи можно сделать. Как-то так. Ну, блин, это медленно все, однако. Если хоть только лучшее оружие и броня. Так, ладно. Че, теперь их железные кинжалы продаем. Стеклянные стрелы, понятно. Так, одежда. Шелезные перчатки, лучника. Но я их пока оставлю, могут пригодиться. Броня теней, как бы. Ну, естественно, я продавать ее не буду. Так, сыромятный шлем вот это можно продать. И сыромятные на ручьи можно все продать. Если что понадобится, заглянили в магазин. Так. Золотых слитков пока понаделаем. Так, сколько у нас там руды, посмотрим вообще. Так, золотая, железная руда 2, золотая руда 1. Надо еще одну создать этот. Еще хотя бы одну руду переконвертировать. Так, 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 так. Блин, я не знаю, короче. Как это все ускорить? Кто-то должен давать совет. Все. Создадим еще один слиток. Сейчас подкачаем просто кузнечное дело чуть-чуть, и потом уже будем создавать. Кстати, нужно, да, нужно же продать этому придурку все. Так, драгоценности. Блин, камней нету. Не нужны. Ладно. Два. Три. Четыре. Пять. Так, сохраняемся. У меня где-то было. А, блин, я не могу улучшить. Мне нужно для этого 60. Ладно, короче, ребят, я... Ты владеешь магией? В смысле, ты прям сейчас можешь наложить чары, да? Можешь превратить меня в невидимку? Это ж не пусть расплюнуть, да? Правда? То есть, мне все равно кажется, что меня видно. Примерно это невидимка. Ух ты, классно. Наконец-то я немного развлекусь. Пока. Что-то мне подсказывает, что добром это все не закончится. Ну, это сыны битвы, мне они не нравятся. Не весело, когда все тебя гоняют, почем зря. Так, короче, что я хотел? Я хотел спегать к этому. Сейчас, ребята, мне придется вхерачить много денег в прокачку все-таки этой... кузнечного дела. Так, я не туда вообще пришел. Казарма стражи, господи. Где я вообще? А для этого нам нужно сбегать. По-моему, там нужно 60 очков. Так, поучи меня к кузнечному делу. Цена 520. Да. Однако. Однако. Ну-ка еще раз. Это благородное ремесло. Я покажу тебе все, что умею. Вам нужно повысить уровень, чтобы учиться дальше. Понятно. Блин, столько денег всрали. Ну-ка. Ну, терпимо, конечно, пока деньги есть. Ну, короче, я не могу эту броню улучшить, потому что она как бы зачарованная. Так, посмотрим. Вот, кузнечное дело. Где она? Вот. И мне нужно вот это вот. Кузнец-волшебник. Я заколебусь это сейчас делать. Ладно, давайте, друзья, на этом с вами все-таки закончим эту серию. Я дожму оффлайн это все дело. В принципе, это не так уж сложно, но просто, чтобы вас не мочить, и мы с вами продолжим. После этого заниматься убийствами. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok